Вот так же, Витя, ребята. Но вот английские фильмы... Потому что они-то понимают. Он получил такой удар под дых эмоциональный. Образ Владимира Владимировича. Своё представление о том, что такое добро и зло. Мы снимаем это дерьмо. Никогда народ вообще никаких решений не принимал. Дело не в этом, дело в Звягинцеве. А, сработало! Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Дегустация личности». И я, её автор и ведущий Александр Винник. Программа «Дегустация личности» — это программа о неприходящих вещах, наполненных смыслом. Рассмотреть которые, оценить которые можно только зорким взглядом. И приглашаю я в программу людей, которых считаю большими личностями. Сегодня мой гость — такая большая личность. Народный артист России Дмитрий Юрьевич Назаров. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич! Здравствуйте! Дмитрий Юрьевич! Подходи! Убью! Не дам купцу осквернить шекспировский костюм! А можешь еще сам сыграть в своем сюртоке? Баста, я отрезвел, видите? И таковым останусь до конца дней моих Итак, будем продолжать Я говорю, время мое ушло, поздно мне Постарел, заработался, испошлился Притупились все чувства, и кажется, я не могу увлечься никем Я никого не люблю Так, у нас появились салаты из камчатского краба С подмоченными томатами, огурцами и папайей в имбирном соусе Подкопченный таймень в соусе из морских гребешков и тыквы Окрошка на кефире Стерлядь, завороженная в икорном соусе Так что, меню готово Я прям волнуюсь У нас там больше половины столиков зарезервировано Не переживай, Монами Папочка всех накормит Помоги, покрыт! Могилу найдете! Так, помоги, Монами Салаты Прости, Господи Спаси, Господь Прости нас грешно Господи Спасибо вам большое за то, что вы пришли Я имею практику готовиться к программам И все, что я успел найти, смог найти Посмотрел ваше интервью Ваши работы в кино Я думал, с чего же начать И вы знаете, я вдруг сегодня утром Задал себе вопрос, на который не смог ответить Вот в нашей жизни ведь есть такое понятие Как звезда Ну, оценочное понятие Вот скажем, когда мы говорим о Не знаю, там, о оперных артистах Вообще, о киноартистах В Голливуде или в России Ну, принято такое оценочное понятие Звезда Вот в вашей системе координат Такое понятие, как звезда Оно вообще имеет место, оно присутствует Разумеется Разумеется, присутствует Оно несколько извращено Часто носит очень ироничный оттенок Ну, звезда Что поделаешь Бывает, особенно молодой артист снимется В сериале таком В серии на 20 И уже звезда Ну, нет, не звезда Это испытание временем Звезда Понятие такое вспыкнувшее А уж сколько ты будешь гореть Это зависит от многих факторов Но все-таки есть какие-то, ну, не знаю, маркеры, что ли Которые говорят, что вот К этому человеку можно применить такое определение Вот он звезда Вот что для этого должно быть? Из чего это понятие складывается, в принципе? Вот по вашему мнению В вашем сознании Из отношения к профессии Количество сделанного Это часто несопоставимо Он ведь тогда может быть и неизвестным, непопулярным Да, тогда он не звезда Все-таки он актер Он талантище Я знаю таких Но они не популяризированы с точки зрения кинематографа Или телевидения Но в своем узком кругу все знают, кто чего стоит В общем, мы все друг по другу все знаем Редко говорим Редко говорим Бывает часто Еще что-то Вот таковыми с точки зрения коллег по цеху Специалистов, критиков Таковыми не являются Да, очень часто Очень часто, к сожалению Как вы считаете Вот таковых больше Вот все равно Ведь наверняка Вы смотрите западные фильмы Голливудские, скажем Фильмы Вот как вам кажется С вашей профессиональной точки зрения Вот такого несоответствия Названия И качеству Больше в Голливуде Или все-таки в России Когда звезда Популярный артист Он качества вообще никакого не имеет Это популярность Вот чисто в этот случай Это вообще не только российское такое Не субъективно российское Не единственное российское явление Мне кажется Трудно сказать Потому что Лакмусовой бумажкой Актера все-таки является театр Театр В конце концов эстрада Насколько он в состоянии Общаться с залом А не скомпилированным На монтажном столе Кинематографическом Когда из десяти плохих дублей Выбран наименее плохой Это сложно Бывает ведь Что греха таить Очень западный кинематограф Очень точно работает С кастингом Вот если там Итальянские мафиози Страшные торпеды Так они страшные торпеды Амплуа Они очень точно за этим следят У нас на это закрывают глаза Делают вид Что понятие амплуа Размыто Его не существует А оно было Есть И останется Хотя вот я все это Рассказал про театр Про лакмусовую бумажку Но есть актеры Вот например Олег Иванович Янковский Он был прекрасен в кино Но я не скажу Что плохо конечно Я его видел в театре Но не так роскошен Он был в театре Как в кино Вот камера вынимала Из его глаз Из его харизмы Из Что-то такое Необыкновенное Чего театр достать не может Или у него не было Такой мощи Чтобы И таких Много Просто он такой яркий Жалко Царствие небесное К нему очень хорошо Относился Отношусь Скажите А вы как артист Вы артист какого амплуа Социальный герой Социальный герой Но ведь вам Предлагают играть Ну и другие вещи Ну от каких-то Отказываюсь А вообще конечно Я чешу себя надеждой Что у меня Несколько расширенные Возможности амплуа Я и трагик Я и комик Я и не в растенник Если надо Ну это бывает Не часто Но это бывает В нашей профессии Что человек Разрывает Рамки амплуа Выходит за его пределы Вообще Это надо тренировать Ничего Никто не знает Я это для себя Определяю Как бы Расталкивать себя Изнутри Локтями Вот я пытаюсь Все время Пока еще Расталкивать Находить Возможности Каких-то новых Выражений Способов Существования Общения Со зрителем Это необходимо Потому что В советские времена Как начинал играть Парторгов Так Всю жизнь Их и играл Директоров Колхозов Совхозов Да Да Если ты Играл Как в основном Прибалтийские артисты Наши шпионов Американских Или немцев Фашистских Так ты их и играл Вот тебя засовывали В рамки этого Амплуа Поэтому Очень многие Наши артисты Когда Все двери Кинематографы Сериалы Раскрылись Стало Все можно С таким удовольствием Все наши Бывшие Парторги Стали играть Воров В законе Да Всяких Вашим Педагогом Был Виктор Иванович Коршунов Да Я По счастью Везал Его многократно На сцене И Несколько раз Скажем В компании И мне Произвел на меня Очень сильное Впечатление Очень сильное Это было давно Я был еще Мальчишкой совсем Очень сильное Впечатление Я хотел вас Спросить Вот когда мы Говорим о Амплуа Для зрителей Которые Может быть К театральному делу Да в общем И для меня Особо близкого Отношения Не имеют Вот когда Человек Начинает Понимать Ему нужен Педагог Который На него Посмотрит И скажет Вот ты должен Развивать себя Вот в таком Амплуа Или он Чувствует Вследствие Ну своей Какой-то Природной Особенности Характерных Данных Психотипа Не знаю Как это происходит Определение Амплуа Виктор Иванович Царствие Небесное Самая Главная Его жизненная И профессиональная Трагедия Что он играл Не свое Амплуа Он всю жизнь Играл героев Очень правильных Людей Это было Необходимо Для карьеры Мы Его студенты Прекрасно Знаем Что он Характерный Актер И даже Комик То что Все что Он нам В процессе Обучения Показывал Лучше всего У него Удавалось Показывать Всякие Комедийные Вещи Но он Не мог Ити этим Путем Это Ему Для его Будущей Карьеры Жизни Было Не нужно Он В себе Это задушил Мужественно Виктор Иванович В себе Это задушил Он был Очень сильным Человеком Он В 7 утра Будучи Уже Народным Артистом СССР Ходил Для внуков На молочную Кухню Потом Репетировал Потом Играл Играл Много Чуть ли не Каждый день В малом Театре Был Очень сильный Человек Еще Находил Время Для Преподавания Педагогики Но Трагедия Заключалась Вот К вопросу Вопло В этом Я помню Когда он Мне сказал Когда я Что-то Прочитал На поступлении Он говорит Ну Надо что-то Мужественное Мясистое Такое Шолохова Какого-нибудь К следующему Прослушиванию Подготовьте Дмитрий Назаров Он Этого Мера А в процессе Обучения Он нашел Во мне Какие-то Другие Стороны Поэтому Там Как бы Заявленный Я Как герой Я Уже С его Легкой Руки Делал Характерные Комедийные Вещи Которые Удавались Вообще Очень важно Студенту Попасть В правильные Руки Потому что Если его Психофизика На мою Легла И это Дало Мне Большой Толчок Для будущей Профессии То бывает Что это Не ложится На студента А педагог Ничем другим Не владеет Поэтому Очень важно Чтобы на курсе Были Очень Разноплановые Педагоги С разной Своей Психофизической Жизнью Органикой И способом Существования На сцене Но если Нет Все Человек Выходит В жизнь Актер Ненаученный Потому что Те грани Которые В нем Сильны Педагоги Ими Не владели И его Не научили Пользоваться Своей природой Актером Научить Невозможно Ты уже Или ты можешь С рождения Или нет А вот Научить Пользоваться Своим Аппаратом Вот Этим Всем Не только Рожей А вот Всем Этим Вот Задача Педагогов А если У вас Не сходится Недавно Мы похоронили Моего Однокурсника Вот Его трагедия Была В этом Он Замечательный Потрясающе Красивый Человек Но Его Использовали Неверно И в институте И по окончании Ему пришлось Этим заниматься А вот Туда куда-то Уйти Вбок И заняться Чем-то другим У нее Не было Невозможности И не сил А было бы Здорово Дмитриевич Вы ведь Окончили Училище При малом театре И поступили В труппу Малого театра Вот только что Вы сказали О том Как важно Ну это В общем Вещь классическая Такая Хрестоматийная Как для студента Вашен педагог Это понятно Но потом человек Принимается В труппу театра И вот эта важность Она переходит В руки режиссера То есть Если в первой части Педагог Во второй части Режиссер Это Или я не прав То есть Можно ли Обобщенно Сказать Что вот скажем Ясно Что качество Глины Важно Но все-таки Из глины Что-то создает Мастер Можно сказать Что вот режиссер Это вот этот Мастер Или это Или это Вообще Не про это дело Нет В общем важно Найти своего режиссера Так называемой Позиции Замечательный И счастлив тот Кто работает Со своим режиссером И вот они идут По жизни От победы К победе Потом Что-то случается С режиссером Он или уходит Или умирает И этот человек Который всю жизнь Был с этим режиссером Остается без опора Без поддержки Он беспомощный Приходят другие Нет Очень важно Работать с разными С разными С разной манерой С разным пониманием Отношением к театру Если это там Какой-нибудь Жуткий Богомолок Молочников То иметь мужество Отказаться от этого И не заниматься Этой Профанацией А не происходит ли Просизия Вот Здесь Ситуация Чрезвычайной С моей точки зрения Опасная Да Артист Находит своего режиссера Да Они работают В ансамбле Или скажем Актер Он приходит в театр Где он ждет Бесконечно долго Годы Иногда Десятилетия Своей роли Не путь ли это Вообще К умиранию Постепенному Потому что Когда я нашел Своего режиссера И вот он Как бы меня Раскрывает Раскрывает Какую-то Совершенно Конкретную Мою часть А остальное Это В общем-то Засыпает Я говорю Что так Нельзя Привязываться И прилипать К режиссеру А режиссеру Не надо Прилипать К артисту Хотя Тут Элемент Здорового Эгоизма Вот мне с ним Удобно Я его понимаю Я его чувствую И пошли дальше Это очень опасная Зависимость Она приятная Как Наркомания Но Опасная Я ведь не ошибусь Если скажу Что вы служили И Скажем Служите сегодня В трех театрах Или в большем количестве В четырех В четырех Вот Насколько я знаю Вы сейчас меня Дополните Это первый театр Это малый театр Театр советской армии Сегодня Это МХТ Чехова И что я вам сказать Параллельно с малым театром Еще был театр сфера Лет Десять Двенадцать Скажите пожалуйста Ну большинство людей Скажем так Русского мира Русской культуры Русской литературы Эти Все три Театра Им знакомы Вот Не так Чтобы сказать Вот этот хороший А этот плохой Если коротко Вот Какое из них И для вас Самый важный Русской литературы Малый Первый Но наверное Так нельзя сказать Общательно Но все-таки Это родина Это альма-матер Я До Как бы Вступления В труппу Три года Там бегал К студентам Как и прочие Студенты На маленьких Ролях Массовках Уже Знакомились И с актерами И с режиссерами Общались И репетировали Там Ну Я На этом Грунте Вырос Театр Сфера Дал мне Возможность Раздвинуть Горизонты Своего существования Благодаря Супруге Виктор Иванович Коршунова Екатерине Иванович Не Иландской Я сыграл Такие вещи Которые Наверное Уже Больше нигде Не сыграют Я сыграл Лошадь Гульсары Прощай Гульсары Айтматова Лошадь Которая В течение Трех с половиной Часов Ничего не говорит А только Танцует И поет Я сыграл Женщину Королеву Тартальону Вот Иландская Мне это позволяло Видело Удивляло Меня Тем Что я могу Иван Дурака Шукшинский До третьих Петухов В Чайке Треплево Я этого Ничего Никогда Больше Не сыграю Но там Я сыграл И это Было Хорошо Это Было Здорово Театр Армии Дал Мне Возможность Впервые Почувствовать Ся Премьером Потому Что Все Что Я играл Это Как Говорится У нас Делает Актер На положение Я пришел В театр Армии На положение Я играл Главные Роли Премьеру За премьерой И Это Налагает Огромная Ответственность Еще Коршунов Сказал Что Я Из породы Коренников То есть Есть Тройка Да Две Престежных И Коренник Вот Они Не Взаимозаменяемы Никогда Все Лошадники Это Знают Ни Одна Престежная Не Будет Коренником И Ни Один Коренник Не Сможет Ити Престежной Поэтому Если Одна Из Тройки Лошадь Заболела Захромала Тройки Нет Она Ждет Когда Выздоровеет Когда Его Вылечат И Это Очень В театре Сильно Работает Есть Мастера Искрометных Эпизодов Люди Которые Блестяще Делают Маленькие Роли И Они Их Делают Они Никогда В хорошем Театре Не рвутся В коренники На И Недоступна И Ни Один Коренник Играющий Главный Огромные Роли Никогда Не Полезет Играть Искрометный Эпизод Он Не Сможет Это Он Не Умеет Это Делать Есть Коренник У него Тут Шоры Есть Престижная У него Шоры Они Тащат Тройку И Когда Это Все Вместе Это Ансамбль Театр Как Никакой Другой Вид Искусства Ансамблевый И Тройка Это Ансамбль И Вот Когда Все На Месте Птица Тройка Летит А Если Перепутать Все Дмитрий Вот Театр Советской Армии Театр Российской Ну Да Красный Советский Да Российская Армия Вот Этот Театр Сейчас Всякий Человек Который Был Понимает Огромность Этого Зала Просто Огромность Я Бывал В нем Бывал Я могу Сказать Достаточно Часто Несколько Десятков Раз И Всякий Раз Я Наблюдал Одну И ту же Картину Очень Редко Крайне Редко Зал Был Полон Очень Часто Зал Не Полон В этом Театре Вот Для вас Для человека Который Играет Главную Роль Служит В этом Театре Вот Этот Факт Незаполненности Зала Он Вообще Какое-то Значение Имел Конечно Это Послужило Одним Из Поводов Моего Ухода Из Театра Армии А в чем Причина Да Причин Много Ведь Когда Я Пришел И Первая Премьера Было Много Шума Из Ничего И Мгновенно Московское Сарафанное Радио Раструбило Помимо Официальных Радио Точек О Успехах Этого Спектакля Который Поставил Новый Главный Режиссер Борис Морозов Туда Ломанулся Народ И я Видел Как Николай Исааков Пастухов Сторожил Этого Театра Замечательный Актер Плакал Потому Что В чем Дело 20 лет Балкон Не открывали А у нас Пошли Аншлаги Пошли Аншлаги И это 1600 По моему Только Внизу И еще По 600 Наверху Это Махина Конечно Ну Дальше Если я буду Объяснять Мою Субъективную Точку зрения Почему Дальше Пошли Спектакли С недозаполненными Залами Главная Проблема В том Что Вот На двух Спектаклях Был Тот Ансамбль Которым Я говорил Намного Шума И На Горьковском На дне А Остальные Спектакли Во многом Были Компромиссы Вот Когда Режиссер Начинает Позволять Себе Компромиссы Что и Заканчивается Это Услужливость Это Вот Нужно Не забыть Нужно Кому-то Быть Внимательным Кто-то Не Обиделся Кто-то Попросил Очень Очень Много Всевозможных Я К сожалению Мы все Иногда Попадаем В ситуацию Эту Компромисс У меня В связи с этим Такой вопрос Вернемся К режиссерам Я позволю Себе Вас Процитировать Я здесь Выписал Кое-что О режиссере Кирилле Серебряне Какие-то Отрывки Из леса Кирилл Поставил С американцами И хотел Перенести На нашу Сцену Но это Невозможно Потому что Даже Языковые Интонации У нас И у Американцев Разные В таких Случаах Спорить Бессмысленно Надо Подолгу Переубеждать Режиссера Что Он Может быть Не прав В чем-то Он уступает В чем-то Нет Почему Я С Серебренниковым Не спорил Я был Воспитан Педагогами Так Надо Слушать Все Замечания А дальше Отфильтровывать Отказаться От замечаний Которые Высказывает Не очень Умный И не очень Талантливый Человек Неправильно Потому что В его словах Может содержаться Может содержаться Мудрое зерно Поэтому Я слушаю Но У кого-то Не было Таких Педагогов Как у меня И этому Его не учили Соответственно Замечаний Лучше Делать Людям Которые Не любят Их Выслушивать Вот Режиссеры Которые Вообще Не любят Выслушивать Замечания Не умеют Выслушивать Замечания Режиссеры Чья Чье творчество У некоторых Людей Вызывает Восторг А у некоторых Вызывает Оторопь Настоящую Оторопь Просто Вот как Вы Строите Отношения С подобными Режиссерами Подобного Характера Мировосприятия Не знаю Но еще Надо понять Подобен Чему Режиссер Когда он Ты с ней Встречаешься Впервые У тебя Опыта Нет Поэтому Например С Кириллом Семеновичем Все понятно После первой Постановки Мещан Мне Стало Понятно Как Работать С Кириллом Серебряников Я не знаю Что он Вынес От того Как Работать С Дмитрием Назаровым Но с ним Понятно Надо сделать Все что Он предлагает Если тебе Это вот так Надо сделать Как он просит А потом Предложить Свой вариант Много раз Он меня Благодарил За то Что я Предлагаю И Было По моим Много раз Было По его Это нормально Но Не сделав Говорит Давно будет Ерунда Это делать Не буду Это неправильно Это неправильно Ты сразу Вступаешь В конфликции Режиссер Ну хотя И так Тоже бывает Режиссер Для меня Человек Который Меня должен Вести По лабиринту В роли Я даю ему Руку На Говорю Харон Веди Я Во всем Но если Я вижу Что мы С ним Заблудились Каждая роль Это лабиринт Какой бы ты Ни был Опытный Тебе все равно Надо будет В день Премьеры И следующий Успекатель И следующий Каждый раз И каждый день Доказывать Что ты Не верблюд Сколько На тебе Не было Регалий Званий Орденов Хороший артист Этим Отличается Что он Каждый раз Знает Что должен Доказать Что он Не верблюд Хотя Об этом Везде Написано Сказано Это не верблюд Это хороший Артист Это народный Артист Но он Должен Доказывать Что он Не верблюд Поэтому В лабиринт Можно Или пройти За руку С режиссером Или Бросить его К черту Идти по правой стене Как советуют Все спелеологи Все время По правой Это долго Но однажды Ты выйдешь Если ты все время Шел по правой стене Или Как ни странно Идти на пролом Переломать Все эти стенки И найти выход Да Но переломать Стенки Это же дело Трудное Трудное Да Роли не будет Ну ты вышел Туда В премьере Еще есть Один способ Довериться Чутью Налево Направо Нет Назад Сюда Вот И так тоже Гораздо Спокойнее Когда те режиссер Выведет Я счастлив Если меня режиссер Взял За ручку Я ему ее дал И так С момента читки Первый За столом До сценических Рептиц Так мы с ним Вы вышли К солнцу Знаете О чем я думаю Что иногда Вот В плеяде В ряду Не знаю Режиссеров Вот Нового периода Периода Так называемой Свободы Будучи Будучи Достаточно Внимательным И с какой-то Зоркостью Наблюдая За творчеством Ну в частности Когда я думаю Серебренников Не о том Что я хотел бы О нем Говорить Но для меня Это Ну если Как хотите Собирательный Образ Такой Я иногда Замечаю Возможно Ошибаюсь По вашим мнениям Мне хотелось бы Услышать Я иногда Замечаю Что О каком бы Материале Не шла речь О каком бы Материале С которым Человек Работает Он приносит В этот материал Не просто Своё личностное Это естественно Личностное Субъективное Прочтение Он приносит В этот материал Свои нравственные Ориентиры Своё представление О том Что такое Добро и зло И не кажется Ли вам Что Соглашаясь Работать С конкретным Человеком Нужно Это в общем Чётко Понимать Если В принципе Само понятие Добра и зла В жизни Существует Когда человек Говорит Это зло Я не хочу С этим иметь Дело Это добро Я буду К этому Стремиться Мне кажется Что очень часто Вот Современность Или такой Маркер Современности Это когда Люди Не важно Какой они Материал берут Они вот эту Свою систему Координат Приносят Я несколько раз Уже в своей программе Задавал артистам Примерно один и тот же вопрос Точнее Да не то чтобы вопрос Меня совершенно Поразили вещи Как например Машина Мюллера Да Когда голые люди Выходят на сцену Голые мужчины Выходят на сцену И я Я Я Я Совершенно Современный Человек Живущий В Германии Видевший Перевидевший Все что угодно Я ничего Не понимаю Я вообще Ничего Не понимаю Неужели вы меня Разочаруют Загаграйте Со мной Бальмон Я боюсь Предложить За этой гримасой Маски И лицо В моем сердце Зарождается Ужасное Подозрение Что под покровом Страх Уборный Может быть я такой Отсталый Может быть я такой Ретроградный Может быть я вообще Такой архаичный До основания Но вот с этим То как быть Вот когда вы Принимаете решение Работать с режиссером Вы же не можете Не понимать Что там Не только Искусство Там еще и Вот эта природа Находится Александр Я давно Все понял Да да Вы путаете Отношение К добру И злую Жизненной позиции С желанием Халтурить Может быть Это халтура Может быть Вот эпатаж Ради эпатажа Это легкие деньги Это халтура Это голые задницы И мат Это халтура И 99 из 100 Знают Что это халтура Но они однажды Удивились От того Что они с халтурив Получили Большее признание Нежели От бессонных Ночей Трудов Каких-то Своих ранних Постановок Они Страдали Мучились Вышло Или не приняли Или как-то там Приняли Или даже Может быть Похвалили А в какой-то момент А дай-ка я Вот этого же не было Дай-ка я Эпатирую Этих людей Которые приходят В зал Платят деньги А Сработало Надо же Сработало И чего же я буду Тратиться-то Я пойду этим путем Легкомысленным То что Народ я этим самым Загоняю ниже Плинтуса Мне наплевать Это Моя Церковь Моя религия Мой достаток И Пока меня отсюда Пинком под зад Не вышвырали А вышвырать Мне некому Вот Потому что Критериев нету Нет худсоветов Люди Которые это решают Ни черта не понимают Или им нравится Моя попка И так далее Поэтому я пойду Этим путем На людей Мне наплевать А что же с этим делать Ничего Ничего с этим Вольность Все вот такое Да Ну как Ну Зритель фильтрует Но его тоже Конечно Унижают И опускают Зрители Но он фильтрует Он голосует Ногами Тот же Богомолов Говорит Да я знаю Что с моих спектаклей Уходит в середине Да уходит Но на следующий спектакль Опять приходит И опять приносят деньги А это поддерживает Олег Павлович Шарстный Весный Табаков Который При всех своих Огромных заслугах Занимался И кассой В том числе Это его тоже Тоже волновало А если в какой-то момент Он сказал Баста Костя Хватит Деньги Деньгами Но этого не надо Все бы тут же И закончилось Но вот этой позиции Не находится Потому что искусство Очень зависимое Как каждый актер Самый зависимый В мире Профессии Вообще Самый Мы зависим Ото всех Вот от всех цехов Сверху До дизу Мы самые зависимые Не говоря уже о том Что мы от партнеров Зависимы И так далее Также и театры Они очень Зависимы От того Кто платит Кто платит Я смотрю на современный Кинематограф И удивляюсь Я общаюсь с коллегами Из разных цехов Актеров Или Продюсеров Или режиссеров Где они Деньги берут На это Дерьмо Кто Кто Почему Почему На это Дают Деньги Почему Не дают Деньги На то Или другое Или пятое Или десятое Почему Дают На это Я хочу Вас процитировать Ведь это Извините Это сознательная Акция Потому что Как только Народ Начнет Мыслить Думать Выходя Из театра Или из кинотеатра Отходя От телевизора Когда он Займется Самосознанием Он перестанет Быть Стадом И Им управлять Будет Невозможно Ваша цитата О национальной Идеи Политики Государства Я повторю То что Говорил Не однажды У нас Нет Пресловутой Национальной Идеи Пресловутой Потому что В какой-то Момент Фильм Сибирский Цирюльник Был чуть ли не Базой Или базовой Национальной Идеей У нас Нет Госзаказа На производство Культурных Ценностей Да только Игропродюсеров Кто Во что Гораз Вот с одной Стороны Вроде бы Как понятно Вот такая Тяжелая Ситуация Вот она Как бы Вот такая Вот такая Она есть Что же с этим Делать С другой Стороны Мы говорим Да Зритель Идет Зритель Покупает Но Наверное Вы не будете Спорить с тем Что все-таки Если исторически Ретроспективно Посмотреть Вообще На любое Строительство Государственное Строительство Никогда Народ Вообще Никаких решений Не принимал Элиты Задавали Вектор Элиты Говорили Народу Что такое Хорошо Хорошо Наши элиты Молчат Но Отдельно В отдельной Частной жизни Да Мы зависимы Но не только Ведь артисты Зависимы от денег От денег Зависимы все Я же сказал Театр Культура Зависимы Да Но человек Выбирает Украсть Или не украсть Плюнуть Или не плюнуть Обмануть Или не обмануть У актеров же Тоже есть Такой нравственный Выбор Почему Как воспитан Некоторые Даже Не задумываясь Воруют И плюют Верно Конечно Но поэтому Вот этот критерий Оценочный Критерий Вменения Что ли Ответственности Он равно Распространен На плотника Водителя Троллейбуса И на актера Поэтому Когда мы говорим Что у нас нет Государственной Политики Нет государственного Заказа Совершенно с этим Могу согласиться Но мне кажется Что Люди Которые Выходят На сцену Только Ради денег С моей точки Зрения Совершают Чудовищное Преступление Почему Потому что Есть такой Библейский Закон Кому много Дано С того Много И спросится Когда водитель Троллейбуса Там Отвечает За Два плевка Три притопа То конечно Артист Который Выходит На сцену Он Мне так кажется Может быть я ошибаюсь Он не должен Забывать Что это Его Амбон Это его Амбон Прожумеешь Так вот Все же Вот в этой ситуации Чтобы промежуточно Эту часть Нашего разговора Подвести Такой промежуточный Итог Вот с одной стороны Нет Госзаказа Вы об этом говорите И это понятно Нет Госзаказа С другой стороны Все Или многое Скажем Про деньги Олег Павлович Табаков Не останавливал Потому что Нужны были деньги Все понятно И во многом В нашей жизни В нашем отечестве Тоже Там не все В порядке Ну вот у вас Есть Как у гражданина Как у артиста Как у человека Которого знают Любят Есть какой-то Человеческий ответ Что с этим Всем делать Нам Человеческий Какой-то Вот с чего Начинать При всем уважении Как говорят В мафиозных фильмах При всем уважении А кто меня будет слушать? Люди Которые будут смотреть Сейчас Или вас Будут смотреть Будут думать И они что? Просто Просто Может быть Подумают Лишний раз Значит По поводу госзаказа Нет Вообще Никакого Заказа То есть Там Как-то Знают Что надо Что-то Платить Культуре Поэтому Собирают Там Подложим Десять Самых Производящих Кинокомпаний Дают Десять Кучек Миллионов Каждый Вот Взамен Эти дураки Ничего не просят Ни один из нас Заплатив ли деньги За ремонт За строительство Ресторана За еще что-то Не скажет Что ему нужно На выходе Эти люди Не просят Казалось бы Ну что простого Ну сделайте вы Образ Владимира Владимировича Или Дмитрия Анатольевича Поднимите его На Катурны Чтобы не падал Его рейтинг Как сейчас Это очень просто Это очень просто Вы найдете Сценаристов Вы найдете Режиссеров Талантливых Которые пойдут На этот компромисс Вы найдете Актеров Они не понимают Этой силы искусства Они все еще Думают Что его Выступление В телевизоре Несет Какой-то Общественно Значимый Смысл Сталин Не вылезал Из театра Ни одна Премьера Не выходила Он все Это смотрел Люди За границей Миллионеры Иммигранты Говорили Семьям Все Кубанские Казаки В России Прекрасно И они Возвращались В Россию И оказывались В ГУЛАГе В землянках Все у них Отнимали И так далее Но посыл Вот это Сила искусства Никакой Фидель Кастр С пятичасовыми Речами Не может Заменить Никакие Съезды Народных Депутатов Никакие Беседы Сослушателями Первого Лица Не могут Заменить Той силой Потому что Она воздействует На такие Органы О существовании Которых Они даже Не подозревают Вот это Мощь И ей Они Не пользуются Поэтому Я считаю Их Дураками Да дайте Вы деньги Все равно Ждаете Но если У вас Нет Национальной Идеи Сделайте Это Первое лицо Национальной Идеи И через Три года Вы увидите Результат Но они Не верят Что это Можно Им кажется Что просто Выпуская Огромное Количество Омоновцев На площади Можно добиться Какого-то Результата Не пройдет Никогда Не проходило Во всей Истории Человечества Рано Или поздно 40 лет Каддафи Было Власти В секунду Закончился Хотя Такую Вертикаль Власти Я был В Ливии Я был При Каддафи Тут редкий Человек Который Был В Ливии Катастрофа Ну Держалась Это Человек Который Написал Зеленую Книгу В трех Томах Это Такая Баршюрка У них Это Зеленая Книга Женщина Тоже Человек Один из Пустулок Да Я понимаю Собственно Не хуже И не лучше Чем Во многих Других Арабских Странах И не только Арабских Но у нас Есть фильм Вышел Фильм Левиафан Вы смотрели Этот Фильм Конечно Вы ведь Знаете Человека Который В этом Фильме Сыграл Главную Роль Насколько Я помню Лег Серебряков Да Вы с ним Снимались И работали Вместе И Рома Мадянова Знаю Да Серебряков Дело Не в этом Они здесь Ни при чем Я понимаю Я понимаю Хотя Серебрякове Я бы Пару слов Хотел сказать Потому что Я не знаю Вы Следите За Не то чтобы Специально Ну так скажем За его судьбой И Вот Эти отъезды В Канаду И Не Сдержанность Это единоразовый Отъезд Он взял И уехал И снял Там дом И всей семьей Там живет Английского Не выучил Поэтому Гражданство Не получил В отличие От всей семьи А то что Он оттуда летает Снимается И слава богу И что он там Говорит По России Ну бывает Не имеет значения Абсолютно Не имеет значения Ну он так относится Ну это его точка зрения И все Дело не в этом Дело в Звягинцеве Наберите в интернете Режиссер Звягинцев Вам вылетит Тысяча картинок С улыбающимся С мокингом С бабочкой С бокалом Во всяком Веселого человека Этот веселый человек Снимает Такое деструктивное кино И я поверю Что это правда Никогда Извините Это не правда Это заказ Или что Или заказ Или желание угодить Потенциальному заказчику Ведь В чем Страшная сила Левиафана Вот страшная Сила Которая действует На мозжечок Взаг Сулыч На мой Ребята Вы что ждете Что Появится Левиафан Что он Заглотит Всех Всех плохих Накажет Вот смотрите Вот я вам минуту Показываю Гладь океанскую Ждете Левиафана Не будет Я покажу Еще раз Не будет Знаете почему Я вам покажу Скелет Вот он Кончился Левиафан Вот так же Видите Ребята И ничего Не надо Менять Ничего Не будет Нас Заставляют Поверить В то Что Это Навсегда И в этом Страшное Предательство Творца Звягинцев К сожалению К сожалению Да К сожалению Потому что С моей точки Зрения Вот так Блевотно Показать Свой народ Как вроде бы Человек Носящий Русскую фамилию Для меня Это чудовищно Просто Блевотно Показал Лунгин В Иване Грозов Ну Это 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 Отдельный Расстрел Отдельный Расстрел Ну Бог с ним Я Вернусь К актерскому Делу Вот вы Когда-то В 14 Году Сказали Такую Вещь Мы Мечтали Что Когда-то Парьеры Рухнут В первую Очередь Политические И Можно Будет Ну Как-то С миром Соединиться Ведь До тех пор Несмотря На наши Все Разглагольствования Несмотря На то Что Все первые Звезды Голливуда Ходили на Занятия Коллегу Табакова Да и сейчас Ходят В мире Нет Ощущения Какой-то Перворядности Лидирующего Положения Российской Актерской Школы Мы Это Сами Себе Говорим Сами Себя В этом Убеждаем И я Тоже Так Читаю Но В мире Это Вообще Не Укоренено И Вот Самое Главное О Такой Простой Вещи Не Задумываются Американцы Французы Немцы Они Все знают Русских Композиторов Русских Художников Писателей В голову Не приходит Почему Они Не знают Русских Актеров Вот Мне Это уже очень интересно А почему Вот Они Не знают Русских Актеров По вашему По вашему Я занимаюсь Очень Прогрешной Смыслью Международного Понимания Профессии Потому Что И Живопись Международная И Музыка Международная И Балет Международный Да Локал Опера А тут Языковой Барьер Правильно Но Дмитрий Юрьевич Ведь Мы Приходим Я не знаю Как вы Я немецкие Фильмы Разумеется Смотрю В оригинале Я Владею Языком Но Вот Английские Фильмы Французские Фильмы Итальянские Фильмы Ну Конечно Американские Фильмы Я смотрю В переводе В переводе Я языка Не знаю Но при этом Я знаю Кто такой Роберт Де Ниро Кто такой И так далее По списку И весь мир Знаешь И язык Мне Потому что В культуру Они вложили Все Вот Потому что Они-то Понимают Как Сталин Что это Движущая История Что можно Сняв Солдата Райана Дальше Говорить На каждом углу Что Американцы Выиграли войну С фашизмом А мы Нет Мы снимаем Это дерьмо Где у нас Немцы Лучше Русских И за это Не наказывают На это Дают Миллиарды И возможность Проката В Китае Например Например Да 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 И любой Хороший Товарищ Берет деньги У немецкого Продюсера И снимает Фильм Который Вы наверняка Видели Про то Как Наши Танкисты Воют С нашими Разведчиками За немецких Женщин В монастыре Не видел Не видел Гуськов Леша Гуськов Нет Не видел Которое Очень понравилось Немцам Не видел И его За это Заклевали А я Когда мы Снимали С ним Филипп Концерт Во Франции Мы с ним Жили Две главные Роли Мы с ним Играли Во Франции В Румынии Он Рассказывал Об этой Идеи Говорит Что идиот Зачем Это кино Разве Нам это Надо Что мы Плохие Что мы В сорок пятом Году За два Дня До победы Или уже После победы Начинаем Мочить Друг Друга Из-за Женщин Немецких Это кому Надо И потом Он говорит Мне жалуется Вот на меня Все напали А я же Тебя предупреждал Ты что Не понимаешь Вот он Компромисс А немецкий Продюсер Дал на это Деньги И он Сопродюсер У меня Вопрос Вот очень Близкий К той теме Которую Вы сейчас Подняли Это Фильм Или Сериал Штрафбат Я позволю себе Процитировать Это Долгая история Я собрал Несколько Таких Цитат Мнений Людей Которые Участвовали В войне Которые Темой Занимались Лично И как Ученые И так далее Наверняка Вы Читали Мнение Людей Которые Понимали Что собой Представляют Реальные События Которые Были Определенным Образом Показаны Вот В этом Кинопроекте Фильмы Подобного Типа Примитивны По сути Вредны По своему Воспитательному Значению И эпохе По содержанию Вот Буквально Секунду За каждым Кадром Видны Ослиные Уши Почему Заказу Этот Фильм Сделан И не будет Преувеличением Сказать Что весь Фильм Состоит Из Нанизанных Друг на Друга Измышлений И Провокаций И так далее И так далее Это бот И так далее Вот у меня Такой вопрос Это не бот Здесь Несколько Есть людей Живой бот Это живой бот Вот вы Действительно Не считаете Я Полностью Эту работу Не смотрел Но когда я Это почитал Разных людей Это живые люди Мы проверили Дедакция проверила Это живые люди Они Уже кто-то умер Их нет живых Вы думаете Что это Какое-то Измышление Полу Выживших Из ума Людей Которые Нашли В этой Работе Что-то Несоответствующее Действительности Которые Не смогли Понять Что это Художественный Там Замысел Что это Все-таки Не историческая Документальная Лента Или Или Все-таки Вот В этом Есть Тоже Такое Передергивание О котором Мы говорили Раньше Несколько Раз Или Вы считаете Что художественным Смыслом Вот такое Передергивание В общем Значимых вещей Для многих людей Может быть Объяснено Это может быть Вот это То что вы Прочитали Может быть Объяснено Иным Человек Всю жизнь Жил в ощущении Что вор Должен Сидеть В тюрьме А штрафбат Это Все преступники Трусы Перебежчики Это Сволочи Дрянь Которую Надо Уничтожать Посмотрев Фильм Он получил Такую Эмоциональную Пощечину Этот человек Он получил Такой Удар Под дых Эмоциональный Что он Не смог С этим жить Он Выразил Это Вот таким Образом Потому Что для него Мир Перевернулся Штрафбат Очень хорошая История Николай Досталь Гениально Обманул Своего брата Владимира Досталь Продюсера Которая Не давала Снимать кино Снимай сериал И тогда Николай Николаевич Сказал Вот я сниму сериал Не формат Там 11 серий Такого не бывает И он мне говорит Я его обманул Я снял На 11 серий Фильм И это Правда Это Очень Длинное Кино Оно Потрясающе В целом И во многих Частностях Придираться Каким-то Что кричали Штрафники Идя в атаку А что Какая лычка Нашит у этого Удел Убогих Дебилоидов Это Совершенно Не важно И не интересно Это К документальному Кино Не имеет Никакого Отношения Это Эмоциональное Кино Каким И должно Быть Искусство Я хотел бы Несколько Финальных Вопросов Вам задать И начать Вот с какого Запахло Познера У У Пушкина Вы знаете Я вам скажу Честно Я о Познере К своему стыду Узнал Совсем недавно Вот совсем Недавно И честно Вам скажу Что есть Зрители Канала Которые Мне С самой Первой Программы Написали Зачем Вы Копируете Познера А я Сказал Я вообще И потом Я стал Уже Смотреть И знать Ну иногда Такое бывает Может быть Культурологическая Таблица Так вот Я Хотя с другой Стороны Я вообще Всегда считал Что подражание По большому счету Это не про меня Я не в данной Ситуации Но подражание Это наивысшая Форма признания В общем-то Очень часто Когда мы хотим Что-то там воспринимать Ну бог с ним Вопрос такой Вот Пушкин Айда Сашка Айда Сукин Сын Вот Есть такие моменты Когда что-то сделаете Вот Молодец Да Айда Димка Айда Молодец А что вот вызывает Много вещей Или вдруг Стихотворение Или вдруг Совершенно неожиданно Сыгранная сцена Или Сыгранная В кадре Какая-то история Когда группа В шоке Или Ответ Какому-нибудь Хаму В инстаграме Так что Тут просто Получает Эмоциональный удар Я там В стихах Обычно Разговариваю Эмоциональный удар Падает в обморок И через два дня Просит прощения Айда Димка Айда Молодец А вы Вот В таких Ситуациях Имеете Какую-то форму Самоблагодарения Несловесное Вот как вы себя Поощряете Бога и маму И папу Вот я кого благодарю Благодарите Хорошо Это ясно Ну вот В простом Вече Вот например Что сделал Ну вкусно покушать Может быть Или что такое Вот что вам Приносит Кроме работы Актерской Удовольствие Может быть Вы любите покушать Или хорошее вину Вот как вы Себя благодарите За вот Ну как бы Вот так У вас же хорошее вино Я уже 10 лет не пью Не пьете Да Да Я люблю поесть Все время разнообразно У меня это Любимая кухня У меня все По-разному Кино Общение Удовольствия очень много Созерцание Написание стихов Беседы Беседы Много Вы Свои стихи Помните Наизусть Что это читаете По памяти Какие-то эпиграмки Да Вы обидчивый человек А я не знаю В степени Сколько раз Надо обидеться В день В месяц Или Согласен По-другому По-другому Меня много расстраивает Что по-настоящему Вас может обидеть Так спрошу Вот по-настоящему Равнодушие Ложь Очевидная Ложь Лень Если бы у меня Была Грязное оскорбление Возможность Посмотреть Лишь один Вот Теоретически Да Гипотетически Посмотреть Лишь один Спектакль Не фильм Спектакль В котором вы Принимали Или принимаете Участие Вот какой бы вы Назвали Сказали Вот Александр Посмотри этот Эту работу Какой один Если Из Ныне идущих Ну Неважно Даже Ретроспективный Вот из всех Вы сказали Вот это Да Вот это Да Вот посмотрите Это Из ныне идущих Это корень Любви Наша С женой Энтерприза Который Ну Там Сыграли только Раз за четыре Совсем Свежие Не знаю Наверное Прощай Гульцары За необычностью У каждого Есть свои стороны Когда 27 лет Я играл В малом театре Купца Ахова 60-летнего Весь Заклеенный И так далее Зритель В перерыве Толпился У моей фотографии В фойе И не мог понять А потом Они приходили К выводу Ну наверное Артисты Кокетки Они вешают Свои старые фотографии На самом деле Пожилой человек Это удалось Лес Сейчас Да Мастер Маргарита Дмитриевич Что у вас Вызывает По-настоящему Страх Это я Сейчас вам Скажу Ага Наивный Вы человек Александр Дмитриевич Я хочу Вам сказать Большое Спасибо Вот есть Люди Это вообще Не комплимент Это мое Ощущение И для меня Важно Это вам Сказать Сейчас Вот есть Люди Находясь С которыми Рядом Ты чувствуешь Силу Духа Которая Исходит У человека Вот силу Духа Я сегодня Такую силу Почувствовал Я вам хочу Пожелать Здоровья И Пусть ваши Самые Заветные Мечты Сбудутся Спасибо Что вы пришли Спасибо Ваше здоровье Вопрос о том Почему На западе Или вне Стран Русского мира Не знают Российских актеров Ну или Русскоязычных актеров Этот вопрос Я задавал себе Задавал и Другим людям И Признаюсь Что ясного Ответа на него Не получил Не получил я Его в полной Мере И Сегодня Несмотря на то Что интерес К русской Театральной Классической Театральной Школе К театральной Системе Станиславского Существует Во всем мире И правда Что уроки У лучших Театральных Педагогов Российских Брали и берут Западные звезды Это тоже правда Как так Получается Что В России Не знаю В Египте В Саудовской Аравии В Испании Смотрят Переведенные На национальные Языки Американские Фильмы Знают Американских Актеров В меньшей Степени Но все же Знают И французских И итальянских И английских А вот Русских актеров Не знают Только Только Причина В том Что В России Не выделяют Достаточного Финансирования Или Она Где-то Глубже Мне очень Интересно Ваше мнение Напишите Мне Что вы Думаете По этому Поводу Вы знаете Что я Внимателен К Вашим Комментариям И Всякий Раз Мы Выбираем Лучший И Автор Лучшего Комментария Получает Специальный Подарок Сегодня Я Также Хочу Вам Предложить Поощрение Для Автора Лучшего Комментария К Нашей Сегодняшней Программе Это Моя Книга Звезды Аля Мишлен Которая Будет Подписана Мною И Моим Сегодняшним Гостем Дмитрием Назаровым Это Книга С Восьмью Десятью Восьмью Интервью Со Звездами Театра Кино И Рассказ О Интересном Уникальном Своем Роде Гастрономическом Проекте Ресторане Авторской Французской Кухни Я Призываю Вас Я прошу Вас Подписываться На наш Канал И в Обязательном Порядке Ставить Так называемый Лайк Или нажимать На колокольчик Это Помогает Нам Развиваться Это Показывает Нам Что Наша Работа Вам Интересна Важна Я Желаю Вам Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров